Здравствуйте! С вами вновь программа «Православный Вестник». Сегодня нам бы хотелось поговорить с вами об обиде. Нас оскорбляют, не признают, к нам не прислушиваются. В ответ мы обижаемся и ропщим на Бога. За что? Почему? Я ведь такой хороший, я такая хорошая. Обида и обидчивость стали нормой нашей повседневной жизни. Но правильно ли это? Есть ли лекарства от обиды? Об этом мы порассуждаем сегодня с одним из самых опытных духовников Костромской епархии, настоятелем храма святителя Николая в селе Николу Трестяно, протереем Леонтием Мостовым. Здравствуйте, отец Леонтий! Здравствуйте! Рада вас приветствовать в нашей программе. Позвольте приветствовать и тех людей, что смотрят эту передачу. Мы с вами встречаемся в знаменательное время, перед началом Великого Поста. И потому очень приятно, что вы поднимаете такие духовно-нравственные темы, облегчая верующим людям вступать в пост и следовать за ним. Спасибо, отец Леонтий, что напомнили про Великий Пост. Я думаю, мы к этому вернемся обязательно еще в конце нашей программы. А сейчас я бы хотела вас спросить. Вот вам по роду службы постоянно приходится сталкиваться с человеческими обидами. Вот с чем к вам люди приходят? На что они обижаются? Ну, я бы не стал выделять именно особенно обиды с массой других грехов. Вот я должен сказать, что то, что мы теперь называем обидой, это внутренняя такая составляющая души человека. И в разных людях она проявляется в разных ситуациях по-разному. Она входит в число тех чувств, которые Бог дал человеку при творении. И если во времена жизни в раю не было таких инцидентов, чтобы потребовалось врачество от обиды, так после грехопадения они начались. Потому что грехопадение снизило духовно-нравственный потенциал и умственный человека. И воля стала меньше, и совесть стала не такая отзывчивая, и ум стал не такой изобретательный. Хотя они есть в человеке, присутствуют. А в некоторых настолько они покрыты налетом греховным, что кажется, что их и нет. Проявление обиды стало именно после греховного состояния лучше высветляться, быть более ярче. И мы их замечаем. Они сразу бьют человека. Батюшка, а как бы Вы сказали, обида – это симптом гордости? Это от гордости человек обижается? От того, что его незаслуженно, вот как ему кажется, недооценили, обидели? Причины могут быть самые разные. Давать место обиде – это уступать поле сражения. Лучше перетерпеть, лучше помолиться за человека. Можно больше сделать молитвы, чем каким-то насилием. А прощение помогает? Прощение? Ну, если оно от души, если оно сердечное. Мирись, покуда не зашло солнце. Ты не знаешь, как ты ночь переночуешь этого. И твой собеседник или обидчик твой – то же самое. И так каждый грех. И потому в церкви есть такое время, что мы должны обратить внимание и на обиды, и на гневливость, и на то, что человек бывает убыянный и злом, вот, чтобы победить себя. Когда Александра Микнонского спросили, какая победа твоя самая большая, он говорит, когда я победил самого себя. Так вот, пост – время победы над собой, борьбы с своим минусом, с отрицательным и стяжание духа мирно. А пост предваряет чин прощенного воскресения, который вот буквально в воскресенье будет. Очень красивая такая трогательная традиция. Миряне, священники, просят друг у друга прощения, цевуются. Да, притом колено преклонно читаются молитвы. А в старое время пишется, что в этот день еще помирившись со всеми идут в тюрьму. И там с заключенными прощаются еще, потому что те сидят, может, и за дело, а может, не всегда. Да, они тоже люди, и им тоже нужна капелька вот такого внимания духовного. А это древняя традиция? Древняя. Я знаю, что египетские монахи вот просили прощения друг у друга, когда в пустыню уходили. А вы поедете в оптену пустынь просто в любой день. И постарайтесь попасть на полуношницу. То есть где-то к полшестому, к пяти часам утра, бить там. Вы увидите, что они совершили молитв, друг другом все прощаются. Иногда даже колено преклонно тоже. Так что традиция осталась. А в эти дни обязательно для всех. Батюшка, давайте посмотрим, что костремичи думают по поводу чина прощенного воскресения. Что они говорят, надо ли прощать друг друга или не надо. И как часто они просят прощения. Давайте посмотрим наш экспресс-опрос. Надо просить и прощать, легче жить будет. Ну, чувствую, что обиделся человек, ну и попроси прощения. А зачем, если не виноват, просить прощения? За что? Мы всегда в семье друг у друга прощения просим. И я у детей, и они у меня. Вот есть такое, что обижен, сдуется, ходит. Так что вот. И чтобы примириться, вы уж сами идете первым? Ну, конечно, да. Говорит, ну прости уж, ладно. И человек тоже сразу же, ай, и ты меня прости. Ну, у нас была конфликтная ситуация с другом. Влюбились в одну девушку. Я просто взял и сделал, отступил в сторону. Ну, мы серьезно с ним поругались. Он потом подошел и попросил у меня прощения. В итоге никто с девушкой не так не стал встречаться. Человек должен самой оценкой заниматься. И что-то прежде чем сделать. Ну, думать. Но это последствия своего поступка. Только так. А то все это, что, как в христианстве, нагрешил, покаялся. Завтра опять пошел, нагрешил, опять покаялся. Бог такой, который все прощает. Ну, и что? А где край? Это хорошо, что сделали то, что прощено на воскресенье. Там раз в год можно просить прощения у людей, которым действительно там сделали что-то плохое. Надо, обязательно надо простить. И себя очистить, и людям сделать добро. Когда говоришь прости, человек по-другому себя осмыслит. Да, это хорошо, красиво, потому что, может быть, что человек, как сказать, в течение года не заметит или не почувствует, что кого-то ранили. Поэтому я знаю, друзья мне говорили. Звонят или пишут смс, что прощай за все, если когда-нибудь что-то обедили. Я мусульманка. Вы мусульманка? Да. А вот в вашей религии важно просить прощения? Конечно. Но только мы напрямую просим в молитве, в намазе у Всевышнего Аллаха. У Бога каждый день просим защиту и прощения. Потому что жизнь наша сложная, и не всегда мы правы. Прощайте. Это добром обернется к вам. Вот в отношении важности прощения. Есть рассказ про двух иноков Печерских с Киева, которые не симпатизировали друг другу. И потом один из них начал болеть. И разболелся за то, что уже готов и умирать. И просит, позовите этого брата, мы с ним должны помириться. А вдруг я помру вот так, чтобы не уйти с этого мира. В ссоре позвали, а тот обижается. И ни в какую. И уговаривали его, не хочет простить. И тот говорит, ради Христа прости меня. Вот. Он должен был простить. А он и тут сказал нет. И что вы думаете, что этот, что лежал? Поправился и встал. А тот упал бездыханный. То есть как велика вот эта сила, да? Велика сила прощения. Батюшка, а в чин прощенного воскресения, как важно подойти к своему ближнему, будь то он в храме, или может быть там позвонить по телефону, или еще как-то. И как нужно попросить у него прощения? Как это делается правильно? А в церкви делается как? Вы видели? Ложится земной поклон. Подходится к священнику. Он дает поцеловать крест. Ты ему говоришь, батюшка, простите меня грешную. А он говорит, Бог простит. Ты меня прости. Потому что он тоже человек. Если вы находитесь в кругу единомышленников, они разделяют ваши религиозные убеждения, такие можно тоже так стать. Если это дома, там мать твоя, сестра, брат, внук, ребенок твой. Хорошо встать на колени и сказать, простите меня. Или так сказать, простите меня. У вас так в семье и происходит? У вас же большая семья. У нас так и происходит. Особенно если есть больные люди, что они не могут прийти, они не слышат, а для них это большая радость, что пришли с ними тоже так же. Разделили вот это дело общее и христианское. И самое главное это сделать от души, от сердца. Ну, конечно. Как же иначе? Ну, прощение это получается только первый шаг. А дальше? Это только первый шаг. Он красивый, его легко делать. Вот сделать на самом деле трудно бывает. Потому что приходится себя перебаривать. Ну что ж, будем стараться тогда прощать друг друга, прощать своих ближних и просить прощения у Господа Бога. Так что простите меня, батюшка, если что-то было не так. Я хочу воспользоваться тоже данной мне возможностью и попросить у всех, кто нас видит, что и меня простите Христа ради, и вы тоже. Бог простит. Так правильно говорить? Бог простит. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами. Я напоминаю, что у нас в гостях был протери Левантий Мостовой, настоятель храма святителя Николая в селе Никола Трестяно. С вами была программа «Православный вестник». Всего вам самого доброго и до встречи. Простите нас, если что не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин